Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов на моем канале Коминвай. В этом видео хочу показать вам, как по ГОСТу выводить домоход к аксиальной трубе. Почему стал актуальный этот вопрос, объясняю. В феврале месяце у нас произошли изменения в Республике Беларусь. Много очень проектов, которые не успели сдать дома до февраля месяца, выводят такие вот трубы. Вот коксиальная труба, стандартная, котел и коксиалка. Раньше это работало, сейчас надо выводить дымоход вверх. Забор воздуха остается также. Слава богу, есть проектные организации, которые делают проекты. Меня это очень радует, потому что появились новые рисунки. Дальше я вам покажу, как они выглядят. Потому что раньше были только одного стандартного изображения, и все. И по нему все делали. Немножко заставили проектантов поработать. Я очень рад этим изменениям. Объясню почему. Потому что с точки зрения эксплуатации лучше выводить дымоход вверх, чем оставлять вот такой вот сосок. Потому что зимой выключаются котлы, происходят обмерзания, постоянно сталактиты стекают вниз, образовываются на земле. Это так, никуда не деться. И кто, у кого есть эти котлы, тот об этом знает. Эти котлы в первую очередь покупались для чего? Для экономии на дымоходе. Но нет, сейчас этот фокус не проходит. Так, здесь у нас по строительной норме вот это расстояние должно быть изолировано. Это 3 сантиметра для газовых котлов. И вот такая труба выводит. Сейчас мы снимем вот эту насадку верхнюю для того, чтобы птички туда не залетали. И будем работать. Скорее всего, вот эта труба сотка еще подрежется. Ну и есть 60-ка тоже. Здесь коаксиальная труба стандартная 60 на 100. Так, перед вами котел ГАЗ-6000, БОРШ. БОРШ-ка. Хороший котел. Рабочий. Сейчас вам покажу его. Нет, не покажу. Заклеен. Так. БОРШ-6000. Классический. Турбированный котел. И вот такой выход у него. Патрубок идет сверху. Здесь родная труба остается. Все мы выведем. Обычной коаксиалкой в сторону. И выставим ее на улице. Уже дымоход, который покажу вам попозже. Сейчас я вам покажу изменения в СНБ Республики Беларусь. Это документация. Это раз. Очень интересный пункт. Это 45 градусов. Температура наружной поверхности дымоходов внутри помещения должна превышать 45 градусов. Это в первую очередь касается еще и атмосферных котлов. Поэтому, чтобы вы понимали, атмосферные котлы на выходе температуры 68 градусов. 60-80 – это нормальная температура. То есть начальные подводы в шахту должны также быть утеплены. К сожалению, этого никто не делает. Но если газовщики адекватные и знают нормы, то заставят вас переделывать. Неважно, какой котел. Вот, про что я вам говорил. По изменениям. Что мне здесь понравилось. Раньше это делали. Вот эту вот оттяжку поставили. Ее раньше не было. И у людей просто заваливало эти трубы. Вернее, дымоходы. Сейчас это очень важный элемент. Я их ставлю давно, потому что знаю, что проблема есть. И радует, что проектная документация, проектанты все-таки начали работать, шевелить мозгами. Это очень важно. Все. Ну и вот и по уклону. Больше 3 метров 10 градусов берется уклон. Это необходимо знать. От 0 до 1,5 метров на полметра выше конька. От 0 до 3 метров на уровне с котлом. У нас участок больше, поэтому должны делать не меньше 10 градусов. Больше, да, но не меньше. Так, еще на что хочу обратить внимание. Смотрите, грибка нет. Еще раз повторю, по строительным нормам грибки, они все запрещены. Потом, когда вам строитель говорит, грибки разрешены, ну, что могу сказать, не повезло бы. Вот и все. Но грибки есть исключения, которые можно ставить. Но снова, это не по закону. Если вы монтажник, обязательно согласовывайте моменты установки грибка со своим заказчиком. Закончили монтаж дымохода. Вот так выглядит наша конструкция. Снаружи здание, вблизи, внизу опорная площадка стоит. Крепление на первом метре. Потом перед углом 30 градусов стоит скрепление. И кому-то тяжко, жестко. Видите, как она стоит, жестко, чтобы трубу не наклонило. Поэтому здесь проблему не могли посчитать, сколько необходимо. Темно, не у меня проблемы. Проблемы были у людей, которые не знали, с какой стороны подойти к дымоходу. Росткая тяжко. То есть разгрузка идет вся на нижний сегмент. И внизу сейчас сборник конденсата повешу. Вот такой сборник. Обязательно герметикой надо их промазать все. Все, сборник поставили. Стоит четко, ровно монтажная площадка. Она обязательно должна быть. Вся нагрузка должна идти на нее. А вот эти вот крепления, это от бокового ветра. Видим, второе и третье жесткая тяжко. Обязательно. Вот это вот тот комплект, который необходим сейчас для котлов с закрытой камерой сгорания. Тройник и ушли мы в сторону. Вот отсюда, вот с этого отверстия, теперь будет засасываться воздух. Это очень важно. Вот так это все выглядит. Вот это вот от старого самореза. Вот это от старого самореза. Поднял выше, не могу даже стереть эту ржавчину. Она вот ногтем так убирается. И там стоит утеплитель. Обязательно в проходах 30 миллиметров с каждой стороны должен быть утеплитель. Это по строительной норме Республики Беларусь. Все, в дальнейшем экрана тянется и прижмется к сайдингу. Вот так выглядит дымоход снаружи. Идет прямой участок. 10 градусов от кровли. Вывели трубу дымохода. Дымохода. Это очень важно. Опыт есть крепление. Слава Богу. Поставили жесткую оттяжку на две стороны. Хомот оттяжка под 120 градусов разнесены в сторону. С этим дымоходом теперь у людей проблем не будет. О грибке никакой речи идти не может. Его нет. Тем более, что в первую очередь на этот дымоход есть проект. Это очень важно. И на проекте указаны оттяжки. Это тоже важно. В своей практике скажу так. Турбированные котлы, если выведены вот таким вот образом, то есть подача воздуха идет из сотого диаметра, а выход газов идет из 60 трубы, проблем нет. Либо если это внутри дома, тоже выход газов идет в шахту, а воздух берется извне, либо из другой шахты, либо из улицы, тоже с котлами проблем нет. С вами был Дмитрий Михайлов. Монтируйте дымоходы правильно. Заказывайте мне монтаж дымоходов. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Я только за качественные дымоходы. Я только за стандартизированные дымоходы. И я только за ГОСТ.